В церковном календаре этот праздник появился в IV веке. После искупительных траданий учителя смерть разлучила апостолов с ним. В скорби находились они. Но, как мы знаем, после славного воскресения своего Господь много раз в течение 40 дней от Пасхи до Вознесения являлся и беседовал с ними, наставлял их. Каждая такая встреча учеников со своим божественным учителем, несомненно, была радостью для них. Его миссия, то, что на земле было, это спасти род человеческий. Мы знаем, что Господь Иисус Христос, Он уточился через Деву Марию, принял человеческую плоть для того, чтобы исправить тот грех, то, что мы потеряли, потеряли наши прародители. То есть это касается того же самого нас, потому что природный грех, он передается каждому человеку. Господь избавляет человека от греха крестной смертью и дает человеку жизнь вечную. И Господь этим, даже по воскресении Своим, учил народ, показал себя то, что воскресение Господне – это не есть какая-то выдумка, то, что сам Господь воскрес, и это показывает, что каждый человек воскреснет. Вознесение Господне имеет ближайшее отношение к нашему спасению, к личному спасению каждого из нас. В разлуке с Господом во время Его Вознесения мы видим проявление любви Божьей к людям, указывающие нам наше человеческое призвание. Мы веруем, что именно в этот день, день Вознесения Господне, обретена человеком возможность быть всегда с Богом. И путь к этому указан нам, Христом Спасителем. Во всех храмах православной церкви служат всенощную и выполняют отдание Пасхи. Вознесение Господне – символическое окончание празднования Пасхи. Знаю, что Господь воскрес, 40 дней проповедовал, теперь пошел к Отцу Своему, поднялся, оставил Пасху в Церкви апостолам своим, нам всем. За что молитесь, Терпи? За укрепление веры, чтобы Господь укрепил веру нашу, мир во всем мире. Особенно в это время за мир больше всего люди молятся, потому что в таком положении, как сейчас находимся, никогда не находились. Это Вознесение Христово, на этом завершается цикл пасхальных праздников. И мы с Божьей помощью продолжаем дальше служить Богу, уделять внимание своему внутреннему состоянию и надеемся, что Бог нам помогает в наших всех хороших делах. Молимся о мире, о здоровье, чтобы правительство, все было хорошо. Это каждый день надо молиться. Как говорят по этому крестьянскому, сегодня Вознесение Христа – это очень важный праздник. Каждый раз, каждый воскресенье важен, но это самое важное, как Пасха. В церковь, конечно, обязательно ходить. Можно, если хочешь, каждый день ходить, но сегодня надо ходить в церковь, как на Пасху. Вознесение Господа Насшедшего Христа. Исповедоваться, в первую очередь, должны и принять святое причастие. Вознесение Господи 40 дней, как жил сегодня Он на небе. За здоровье, за всех, чтобы было мир и здоровье. В этот день принято посещать церковь и встречаться с семьёй. Надо обратиться к Господу с молитвой, выразить благодарность за все блага, попросить о помощи, здоровье и благополучии для родных и близких, а также покаяться в грехах. Праздник всегда выпадает на четверг, и в этот день нет никаких ограничений в виде. Поэтому разрешено употреблять пищу, любые блюда. Синеда Канцер, Вячеслав Каса, Ирина Резунец, ГРТ Новости.